Крыши текут, дома разваливаются, на дорогах гололед. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Фонтан проблем. Жители многоквартирного дома в Новоалтайске жалуются на аварийную крышу и регулярные потопы. Капец, вообще льется с бешеной скоростью. Она уже опять полная. Без пяти минут сорванная крыша. Жители многоэтажки на Сизово боятся, что часть крыши в любой момент может упасть на прохожего. Там оторвало края крыши. Они примерно длиной метров пять, но шириной может быть метр края крыши. Их поднимает порывы ветра и бросает обратное. Знаете, довольно неприятно. Делаешь ремонт в квартире, вкладываешь душу и средства. Ложишься спать, просыпаешься, от ремонта не остается и следа. Так жители многоквартирного дома в Новоалтайске давно познали, что такое Сизипов труд. Ежегодно делают ремонт у себя в квартире, но бесполезно. Регулярные потопы сводят хлопоты по дому на нет. У нас вот такой поток. Вот все отошло, обговорит. С потолка капает. Капец вообще льется с бешеной скоростью. Она уже опять полная, пап. Вот так и началось субботнее утро у жителей многоквартирного дома на Анатолия 41. Жильцы засыпали в тепле и уюте. Проснулись под аккомпанемент дождя. Крыша многоэтажки в очередной раз при резком перепаде температур дала сбой, протекла. Сегодня утром жена встала на работу, зашла в туалет. А здесь получается плафон вот этот полный воды. И все бежит, капает прямо ручьем. Думал, сейчас замкнет, все свет выключил. Снял плафон, там вообще все ручьем. Вот смотрите. Вот получается отсюда до сих пор капает. На кадрах видно, что лампочку едва не замкнуло. В таких опасных условиях жильцы живут уже больше пяти лет. Каждый год на балконе у нас я ремонт там сделать не могу. Течет весь балкон. Вот смотрите, это ужас. Вот просто вообще все течет здесь, все облази. Я ремонт здесь с 18-го года не могу сделать. Крыша очень в аварийном состоянии. И туда даже не пускает. Я уже думал, людей соберем, сейчас жильцов полезем на крышу. Сами хоть снег будем скидывать. Ну ужас, что творится. Вообще все топит. Пострадали не только квартиры, но и подъезды. Вода хлынула по всем этажам. Электросчетчики чудом не вспыхнули. Это опасно для жизни. То есть для меня, как для матери, у меня двое детей. То есть я не могу с ребенком, я боюсь выйти с ребенком, когда вот такие лужи стоят. То есть я же не знаю, какая там проводка с учетом износа крыши, соответственно, я полагаю, там износ такой же проводки. Крыша многоквартирного дома уже не первый год нуждается в капитальном ремонте. Однако запланирован он лишь на 2026-2028 годы. У меня вопрос такой, то есть я понимаю, что капитальный ремонт, стоят сроки по домам. То есть мы не можем там без очереди сделать наш дом. Это всем понятно. Но мы же закладываемся на текущий ремонт. Почему нельзя было летом, ну вот эти швы заделать, то есть ремонта никакого летом не было. И за всю зиму ни разу не чистили крышу. То есть вы просто у меня вот сейчас по крыше, я понимаю, что такая ситуация, но нельзя было почистить крышу. Если бы была очищена крыша, то есть таких бы последствий не было. Управляющие компании «Вектор» пояснили, что крышу в зимний сезон невозможно было почистить. Из-за температурных качель на ней сразу схватился лед. Очистка привела бы к разрыву кровли, отмечает директор УК. А что касается текущего ремонта крыши, руководитель обслуживающей организации сказал следующее. Вот частичный ремонт, который входит, мы делаем. Мы сейчас сделаем кровлю вам. Но эта кровля, учитывая то, что она требует проведения на сегодняшний день капитального ремонта, внизу там разрушено. Мы сверху вложим наплавляемый материал. А вот в такие зимние периоды, когда перепады температуры, его разрывают. Вот и все. Вот тех денег хватает только на это. Мы бы хотели, чтобы там положить хороший материал, наплавляемый, который бы продержался бы хотя бы до срока проведения капитального ремонта. Но там люди отказались. За долгосрочный ремонт жители не проголосовали рублем. Отказались доплачивать 300 рублей ежемесячно. Управляющая компания в очередной раз призывает жильцов дома на Анатолия 41 повернуться к своему имуществу лицом и согласиться на доплату. Иначе подсчитывать ущерб в квартире придется часто и долго, до капитального ремонта кровли. Прогуливаясь по городу, нужно смотреть не только прямо перед собой под ноги, но и наверх. По крайней мере, по такому правилу живут жители многоэтажки в центре города. Крыша жилого дома на улице Сизова слабо закреплена. В любой момент под порывом ветра ее может сорвать. Обойдется ли без жертв, можно только гадать. Ветер играет с крышей, как с игрушкой. Кровлю жилого дома на Сизово отремонтировали летом прошлого года. Но уже осенью, во время урагана, часть кровли оторвало. С тех пор она держится на честном слове. Оторвало. Края крыши. Они примерно длиной метров пять, но шириной, может быть, метр. Края крыши. Их поднимает порывы ветра и бросает обратное. Сдается вот такой грохот. Почему мы говорим, люди вообще ночью сегодня не спали. У нас магазин с той стороны. Люди приходят, да и мы идем в молочный магазин. Люди идут по тротуару. Все это бросает, кидает, создает грохот. Люди же говорят, вы как тут живете-то? Ну так вот мы и живем. Жители также пояснили, что капитального ремонта кровли они добились от комитета жилищно-коммунального хозяйства города по суду. Крышу действительно отремонтировали, но почему-то не в полной мере. Не обшиты фронтоны. Нет соединения крыши со стеной. Значит, все продувает. На чердаке пленка есть гидроизоляции. Она вся повисла. Подрядчик ссылается на то, что у нас не хватило денег, поэтому все так и останется у вас. Сказали, если бы были деньги, мы бы за три дня фронтоны все вас подшили. Так как денег у нас нету, поэтому так и останется. А на какой срок, никто нам ничего не сказал. По проблемной крыше жильцы неоднократно обращались в различные инстанции. В администрацию Октябрьского района, города, края, комитет ЖКХ напрямую к подрядчику. В мэрии им письменно пояснили, что работы в соответствии с контрактом выполнены. На заседании комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации программы и ограниченного финансирования, 17 февраля 2023 года принято решение о включении дома в программу на 2025 год для завершения работ, предусмотренных судебным решением, в том числе карниза, фасада, отделки вентиляционных шахт. Но коммунальные эксперты все же рекомендуют жителям не ждать так долго, брать инициативу в свои руки и жаловаться в надзорные органы. Юристы советуют писать жалобу в прокуратуру незащищенным слоям населения, пожилым людям. В таком случае надзорные органы сработают еще более оперативнее. А в данном вопросе время на вес золота. Писорвать крышу может в любой момент. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин